С 20 по 22 июля мусульмане мира отмечают священный праздник Курбанайт. Накануне этого праздника мы решили узнать мнение жителей и гостей столицы об этом празднике. Вы знаете про этот праздник? Я знаю, конечно, но я не знаю, какое. Это так же, что и наши религиозные праздники. Ну, нормально, это отмечать надо хорошо. Щерпек, бурсаки пекут, к чаю там сладости всякие, орехи, бешпармак. Не вам нравится этот праздник? Конечно, особенно щерпек. Мы русские, мы отмечаем этот праздник. Да. Мы варим бешпармак, режем барана. Священный месяц, вот то, что знаю. Ну, мусульманский праздник это. Священный месяц. Откуда вы узнали про этот праздник? Ну, праздную кризис, вот и знаю. А вы видели, как они празднуют? Ну, если честно, нет. Ну, то, что это национальный праздник, по идее, среди жителей Казахстана. Ну, и вот, в принципе, все. А вы видели вообще, как празднуют этот праздник? Ммм, чисто по рассказам знаю. И все, а так лично не праздновал. Курбанайд это мусульманский праздник. Самый главный праздник. Буквель мусульман алиминин. Курбанайд это кутуктубус. Знаешь, что мусульманский праздник. Мусульмане все отмечают. А как отмечают? Видели? Знаю, что вот приходят в гости к друг другу, пекут, готовят паурсаки, шельпеки. Знаю, что вроде как деньги дают, что ли, друг другу. Например, если я русская, вот я русская, даже мусульман приду, можно, они как копейки, что ли, дают мне. Ну, вроде, все, что знаю, вот. Потому что живу в Казахстане, это знаю. Это казахский праздник. Ну, я ничего не помню. Вообще видели, как вообще празднуют? Угу. Вообще не видела. Живем в Казахстане, естественно, празднуем все праздники. И казахского народа, и русского народа, и все. А вообще как праздновали, видели? Ну, как праздновала? Видела. Ну, сама в основном не участвовала. Но видела. Курбанайт. Ну, Курбанайт, это действительно священный праздник. И, знаете, он дорог не тем, что мой сын, он у меня мусульманин, хотя я сама славянских кровей, да, да, и он очень чтит, он читает намаз пятикратный. И Курбанайт, это очень светлый такой праздник, где действительно, вот, это духовность человека, это красота человека, это очищение, очищение, именно, вот, духовное, светлое, пожелание всего доброго, всего светлого. Это любовь в сердце, и ты делишься этой любовью со всеми. Поэтому это, как сказать, Всевышний не зря создал вот эти все праздники и вот подарил нам такое благое дело, благодаря которому мы должны чтить, дарить людям добро, дарить людям любовь. Ну и этот праздник, наверное, как бы очередной раз, это вот веха, это вот такая черта, где мы еще раз дарим вот это все светлое будущее, чтобы дальше продолжать жить с этим и напоминать друг другу.